у нас сегодня марафон барабаны победитель уже есть но здесь вот мы смотрим некоторые еще пробегают мимо добегают остальные полиция перекрыла дорогу вот по этой улице пробегают сможет побежит кто-то еще мы приехали в район лапитксина хотим его посмотреть первое впечатление такой зелененький вот еще марафон себе год до сих пор марафон закончился уже несколько часов назад добегают на выходе из метро есть магазин пепко мы сюда зашли нам посоветовали здесь полотенца вообще не убиваемые недорогие и здесь вот детская одежда есть но я смотрю только до вот 98 размера прям совсем для малышей посмотрим сейчас для постарше ариане штаны нужны такие тепленькие можно и какой-нибудь накидон посмотреть и кстати здесь недорого сейчас выберем себе что то тапочки такие прикольные наушники маряне детские тоже увидели полы холодные там где плитка мы обязательно вот тапочки носим поэтому можно будет ей сейчас в кроксах ходит можно какие-то утепленные посмотреть такие тоже прикольные мне свечи очень понравились они всего пять евро стоят они такие большие дают это понюхай ну такая ванилька пахнет вот это мне понравилось а вадиму нет такое все интересное для дома отдел зашли сюда вот корзиночки всякие разные есть табуреточки хочу полотенце посмотреть коврики вот они беленькие наверное возьму тут все мочалки по евро 50 мочалки и дорогие тоже дома красивые не знаю если здесь лифт но такие невысокие постройки вообще приятно очень район здесь пока еще нигде не было запаха нигде не пахнет здесь две школы ла аврора это одна из них ну вот в этом районе именно вот играют настольный теннис прямо на дороге у меня в закладках здесь мало школ потому что я здесь их как-то не изучала в этом районе у меня заложено как раз вот 2 ла авроры и школа мантесори и еще школа джесус мария частная а насчет государственных сказать не могу не знаю надо будет посмотреть потому что мне здесь прям приятно гулять хорошо так спокойно но спокойно не знаю мне кажется сегодня просто марафон поэтому наверное во всех районах спокойно да но в мид зато в метро мы туда еле запихнулись в это метро я вспомнила москву очень такой район такой симпатичненький зеленый и все в тени самое главное что все в тени потому что мы гуляли по компонару вчера и по бенефири я представляю какая там жара когда солнышко падает там большое пространство между домами дома высокие тень не падает и там будет очень жарко в бенефири в компонаре как но немножечко дома уже идут пониже тень есть ну компонар как-то мне не симпатизирует здесь да ариан парке да катаем на коляске ариану потому что ходить с ней очень долго так она уже пешком ходит дома такие ты кто ну да баров нет нигде ты заметил вот здесь внизу а ну вот есть какой-то бар кофе ну а так вот вот они кафетерия да ну то есть это надо сюда в будний день прийти посмотреть насколько насколько здесь шумно будет но улицы очень чистые мусорки все закрытые но практически везде до мусорки закрытой вадим а нет где то есть открытые мусорки где мы проходили запаха нет мы идем еще ни разу не пахло я нет ни за этого запах все равно будет я просто очень чувствительна к запахам и если мы приезжаем и там пахнет вот этой тухлятинами сразу ты все нет мне не нравится поэтому я хожу и принюхиваюсь но тут принюхиваться особо не надо тут если он есть то он есть и пахнет на всем районе а вот здесь нет бене маклете нет и в компонаре бенефири тоже нет здесь еще одна лаврора ближе к турии дома уже такие более старый тут так хорошо вот так тениста вадим замерз но я представляю как здесь хорошо будет летом на хороший садик этот английский и испанский там занимаются на двух языках фрутерии воскресенье работают вот многие и китайские магазины некоторые так в основном закрыли в общем ближе к туре попроще подальше от турии в лапе тксине мне понравилось больше там дома отреставрированные красивые покрашены такие прикольные разноцветные идем мимо парковочного аппарата цена за 1 час 1 евро а тут написано смотри максимум два часа 17 тут в общем есть вот такие приложения можно посмотреть цены на парковке нас пока машина нет я пока не знаю будет или нет поэтому в эту тему мы особо не вникаем сейчас сейчас нас больше интересуют школы завтра я иду смотреть кстати школу рядом с нами это школа из сети лаврора она как-то по-другому называется там цена стоит 280 в общем 280 евро обучение с 9 до 12 потом забираешь на обед и потом приводишь в 3 30 где-то до 3 30 до 16 45 либо у них есть еще на целый день когда дети там обедают за обед отдельно доплачивается 150 евро а на период адаптации можно водить просто с 9 до 12 и это будет около 200 евро стоить в общем завтра идем смотреть школу обучение проводится на английском и на испанском там есть одно место здесь очень сложно со школами на самом деле вот места поймать вот и если нам повезет если все устроит но я думаю все устроит потому что отзывы там очень хорошие так что буду ариану школу отдавать подучит испанский она честно мультиках очень классно начала прям слова схватывать она мне уже рассказывает слова которые я еще не знаю а я и говорю которые я не знаю так и учим потихоньку в один край мух слушает тоже запоминает пеппины или беде и английский повторит потому что английский она раньше учила в летней школе наверное уже подзабыла так что два языка это конечно классно вот с такого раннего возраста мне кажется это прям идеально начинать учить когда ребенку вот так три-четыре года очень быстро все запоминает и в дальнейшем можно еще какой-нибудь третий язык подключить почему нет есть школы здесь еще французский учат зашли в армянский ресторан нам его советовали что здесь порции большие сейчас меню покажу что мы выбрали так здесь вот цены мы выбрали шашлык из сердца куриный шашлык еще я хочу взять здесь что-то с овощами и вот потата с бравос хотим попробовать это испанское блюдо салатики цезарь 950 ну вот стандартные цены везде во всех кафе примерно вот за блюдо где-то от 10 евро до 16 20 в зависимости что ты будешь кушать вот рыба 18 90 порции здесь конечно огромный вот моя рука до шашлыка один шампур нашу картошку принесли картошка конечно маленькая была и овощи тоже так ну вот мясом прям вообще очень много мы едем в кофейню и хотим в торговый центр арен еще здесь публичная городская библиотека есть она большая и красивая хочу в корт английсе посмотреть на колонне который находится это метро колон в центре посмотреть как его украсили сейчас поснимаем и как раз вечером будем оттуда выходить и я сниму его снаружи еще я думаю зайти прикупить куртку потому что я свою куртку в россию отправила подумала что она мне не нужна будет у меня есть такая тоненькая куртка но как-то становится холоднее а сейчас еще не самый холодный месяц на улице температура показывает мне на гесметию плюс 15 сейчас наверно уже меньше а на яндексе показывала вот когда тепло было плюс 12 ощущается как плюс 9 но прохладно я в свитере поэтому надо что-то потеплее себе посмотреть еще арианик тоже что-нибудь такая погода непонятная то один день жарко второй день прохладно ветер холодный и надо утром одеваться как капуста поэтому много много на себя одежды и если будет жарко все снимать многослойность наше все здесь тоже такая-то красивенько нравится хороший город я вот ни капли не жалею что мы выбрали валенсию не барселону очень уютно и спокойно по сравнению с той же барселоны как-то людей намного меньше ну в центре конечно много прям самом центре вот это вокруг колонна метро колон а так нормально свободно спокойно еще сегодня выходной у всех выходной почти никого нет на улице вышли на площадь аюта мента здесь поставили каток сейчас подойдем поближе карусель большая площадь красивое здание очень нравятся тут можно сейчас кататься лишь как тепло на улице вход вместе с коньками на полчаса 9 евро такая огромная елка здесь ее зажигали но мы не были на открытие елки здесь салюты были с вечером наверно красиво светится сопровождающий бесплатно если ребенку меньше шести увидел вообще я появился на фондом мишка марио а я тебе показывала смотри там медведь там еще волк большой на площади конечно все хорошо но чуть отходишь ой и такая вонища извиняюсь за мой французский вместе с бомжами так что в центр если только в туристические зоны как на какие-то площади вот так погулять выходить но не жить мы в какой-то корт англес пришли маленький а вот еще один есть да туда пойдем сейчас хочу за ру зайти курточку посмотреть здесь на улице подходя корт англес у много разных магазинчиков и вот он сам корт англес зашли на предпоследний этаж здесь спорт товары и детские игрушки нарядного я ничего не увидела может в другом корт англесе я не знаю сейчас пройдемся по игрушкам я хочу еще посмотреть елку новогоднюю какие цены на елочку но здесь елок тоже я пока не вижу есть целая коллекция сельзи ариан вон там елки стоят но они не продаются лучше маленький минимался мне очень понравилась такая елка она такая заснеженная натуральная но они просто для украшения здесь стоят я не вижу пока елок продажи может быть и на другом этаже через а здесь конечно можно на весь день вообще остаться поэтому надо как можно быстрее пройти этот отдел елочки красивая я вот и бездаряного визе не станции готовы вечером включают все фонарики а мы сейчас идем домой нам от колонна идти до нас 35 минут мы решили на метро не ехать наверное там будет много народу поэтому дойдем так тоже старый берега